Привет, друзья! Сегодня видео, которое я обещал вам рассказать из прошлого видео о посылках с Алиэкспресса, о том, как их можно отслеживать и какие бывают с отслеживанием, без отслеживания. Значит, как вы уже знаете из моего предыдущего видео, то что посылки, которые будут стоить, точнее не посылки, а товар, который покупает стоимость больше 2 долларов, то он ему будет присваиваться трек, и вы будете отслеживать его прямо до дома. Как бы трек присваивается ко всем посылкам, но есть посылки, которые без трека, как бы, на самом деле, они с треком, но трек дается только до границы государства, в котором вы живете. Точнее, нет, до границы там, где вы заказываете товар. Это что такое? Допустим, я заказываю какой-то товар с Алиэкспрессом. Если мне дают трек, который отслеживается до границы, у него там не будет в конце никаких букв, просто будут какие-то циферки. И этот трек не будет отслеживаться в приложении Почты России, которое вы можете с ним на телефон. Вы, значит, забиваете Почту России, этот трек, он у вас не отслеживается, и вы думаете, вот вас обманули. На самом деле это не так. Если вы зайдете к себе в личный кабинет в Алиэкспрессе и зайдете на товарное отслеживание, вы там увидите, что он поехал, дальше там будет меняться время, дата, все. Он едет, но он будет отслеживаться до границы, дальше будет написано, что пересек границу, едет по России, но дальше ничего вы не увидите конкретно по России, ну, если я в России живу, да. Если вы заказываете товар, который с треком межгосударственным, то есть там будет вначале стоять цифры RUM, это куда, в какую страну, а в конце после цифры будут стоять, допустим, FL, это значит, через Финляндию отправил Китай. То есть сначала в Финляндию, потом идет в Россию. И вот там есть такие нюансы. Если Китай, там CN, по-моему, если через Китай, если чисто через границу китайскую. Но есть такие нюансы. Ладно, суть видео не об этом, а о том, что мне очень удобно пользоваться приложением Почты России, когда мне дают трек, который отслеживается до моего почтового терения. Мне приходят постоянно на телефон, где находится посылка. И не надо гадать, что же пришло в этот раз на почту. Потому что бывает в почту, ну, точнее, бывает, как, кто много покупает, тот знает, что в месяц там можно 20 посылок запросто заказать, и потом неизвестно, что там пришло, в почтовый ящик гинули. То есть, ну, по крайней мере, можно примерно, да, представить, что получаешь, непонятно, что там. Суть в том, что, если вы думаете, что вас обманули, если трек не отслеживается через приложение Почты России, вы просто проверьте его сначала через этот самый в личном кабинете у себя в Алиэкспрессе. Это как бы хорошо, когда вы знаете, где у вас посылка находится. Недавно мне телефон отправили с Алиэкспресса, и он осел, скорее всего, у кого-то в кармане в Новосибирском сортировочном центре уже 26 февраля, никуда дальше не едет. То есть, сегодня уже 9-й день, контрольные сроки прошли, и он там где-то так отсортировался, хорошо, что осел у кого-то в кармане. Вот, будем подавать заявление на розыск, но так как китайцы очень долго отдыхают, ждем, когда, наконец-то, ответят на мое сообщение, вышлют мне квитанцию об оплате. Также я его напрягу, чтобы поискал, где находится посылка. Ну, и как бы, я надеюсь, адекватно работает защита на Алиэкспрессе, которая есть, да, то, что я не получил товар. Неизвестно, получу я его не получу. Ну, собственно, вот и все. Покупайте на Алиэкспрессе, ссылка в описании будет, горячие товары там прикольные есть. Ну, не всегда они такие горячие, как оно бывает. Есть просто заманувки. Ну, если что-то будет интересное, пишите в комментариях, что еще рассказать. До скорой встречи. Пока.